17 сентября в Ленинском городском округе стартовали выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. На участке под номером 1279, который расположен в досуговом центре Дроздова, уже с 8 утра отмечается активная явка избирателей. Важнейшее событие в жизни каждого гражданина, в том числе и наших жителей на территории. Мы избираем 8 состав Государственной Думы, вместе с тем проходят и выборы в МОС, облдуму. И, на мой взгляд, беспрецедентно проходят в условиях сегодняшних реалиях эти выборы, потому что это и три дня голосования, это и электронное дистанционное голосование, в том числе и электронный подсчет и бюллетени на местах. Также обеспечена безопасность для наших избирателей, для жителей на участках. В досуговом центре Дроздова голосуют жители нескольких населенных пунктов, входящих в состав Картинского территориального отдела, а также сел Остров, Молоково и деревни Месайлова. На этом участке свой выбор сделали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Прежде всего, это обязанности права каждого гражданина нашей страны, нашего городского округа выразить свое мнение, проголосовать так, как он считает нужным. И очень-очень большое спасибо, что с самого утра, с первого дня голосования люди пользуются своим правом и выполняют, наверное, свой гражданский долг. Избирателям выдают четыре бюллетеня. Жительница деревни Дроздова Анжела Топоркова убеждена, что на выборы нужно ходить обязательно. Хочется жить лучше, чтобы как-то и пенсия нормально была, потому что я уже, можно сказать, предпенсионного возраста. Хотелось бы, чтобы как-то социальная поддержка населения была лучше. Стоит отметить, что на участке соблюдают все требования санитарной безопасности. У нас работает пять человек из нашей комиссии. У нас есть представитель полиции, который смотрит за порядком. И также у нас есть мер безопасности. Это огнетушители, тревожная кнопка. Все, как полагается, у нас все в порядке. В Ленинском городском округе работают 67 избирательных комиссий. Напомним, что голосование продлится три дня. Участки будут открыты до 20.00. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.